Начнем выпуск с печальных вестей. ЧП в Караганде. Четверо горняков остались под залвалами при обрушении кровли в забое на шахте. Такую информацию с раннего утра распространило Министерство по ЧС страны. Инцидент произошел на шахте Казахстанская, угольного департамента Арселор Миттал Тимиртау в городе Шахтинск. К счастью, пострадавших нет. Горняков удалось спасти уже после обеда. Все четверо живы и сейчас проходят медицинское обследование. С места события Анель Шалкарбек. Завал выработки горной массы на шахте Казахстанского угольного департамента Арселор Миттал Тимиртау произошел в 4 часа 35 минут утра. Все это время в страхе и волнении ожидали вызволения горняков на поверхность их близкие и родные. Живы. Более конкретной информации некоторое время никто из представителей шахты не давал. Что еще больше вызвало волнение? А здоровы ли они? Мы хотели тоже получить информацию. Но я вижу, но это только одна информация, что, как это сказать, все люди и животные. В связи с происшествием на шахте был введен план ликвидации аварии. Спасатели вывели 4 горнорабочих из базовала через купол обрушения. Связь с горняками они установили сразу. Перестукивались с ними по металлическому трубопроводу и подавали в забой сжатый воздух. Работы по спасению горняков были завершены к 12 часам дня. Там стресс просто. Все. Подъем давления. Ничего страшного сегодня не произошло. Все нормально. Все живы здоровы. Спустя некоторое время дверь здравпункта открывает директор шахты, который сообщил, что состояние спасенных рабочих оценивается как удовлетворительное. А в момент аварии и во время спасения горняков шахта работы не останавливала. Доставили два станка с нижней лежащей выработки. Мы собирались пробурить две скважины для подачи воздуха, для связи, для передачи воды, тормозков. Но мы бы этих людей не оставили. Под землей двое проходчиков и двое горнорабочих находились 7 часов. К счастью, у их родных и близких медики осмотрели горняков, будучи живых и здоровых. Один из них – Виталий Михалков. Несмотря на то, что несколько часов провел в замкнутом пространстве, горняк чувствует себя действительно удовлетворительно. Видимых повреждений у него нет. Однако выглядит крайне уставшим и изможденным. О том, что ему было страшно, не скрывает. И даже рассказал, что он чувствовал в эти минуты. Верил, что все будет хорошо. Мы сначала включились, а потом через буквально несколько минут нам подали воздух. Страшно было? Чуть-чуть. Дети есть? Есть. Что вы думали в эти минуты, когда вы там остались? Все-таки все могло произойти. Выйти живым и здоровым на поверхности. Самостоятельно передвигаются и остальные горняки. Однако пока их не отпустят. После медицинского обследования будет принято решение в их дальнейшей судьбе в плане лечения. Причины случившегося пока не установлены. Этим будет заниматься местная комиссия на уровне шахты. Я очень счастливый человек, что все окончилось очень хорошо. Потому что я помню, что много людей, но вот не к тому назад здесь тоже готовы. Не-не-не, мы не сыграем живую. А нашел Корбеки Жаналипов Евгений Афанасьев. Первый. Карагандинский.